В данном фильме мы покажем вам, как произвести замену модуля пневматической подвески на задней оси автомобиля Range Rover L322. Пожалуйста, соблюдайте инструкции в точности, как показано. Во время выполнения работ по замене зажигание должно быть выключено. Перед началом работ на модуле пневмоподвески извлеките из замка ключ зажигания. Для замены модуля пневмоподвески необходимы инструменты и официальное оборудование, которые предоставляются производителям автомобиля. Сначала извлеките амортизационную стойку из упаковки. Внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по сборке. Для проведения работ на системе пневмоподвески автомобиля Range Rover L322 необходимо подходящее диагностическое устройство. Подсоедините диагностическое устройство к автомобилю, используя интерфейс OBD, который позволяет выпускать воздух и заполнять систему пневмоподвески. Перед снятием старых деталей измерьте и запишите значение высоты автомобиля от центра втулки колеса до нижнего края грязезащитного крыла. Затем поднимите автомобиль в указанных точках при помощи домкратов. Тщательно проверьте шасси на наличие любых повреждений. Обратите особое внимание на подвеску шасси. Затем снимите колеса. Снимите правый подкрылок для получения свободного доступа к распределителю сжатого воздуха. Во время выполнения работ на системах сжатого воздуха используйте подходящие защитные очки. Далее при помощи подходящих инструментов осторожно отсоединяйте линию подачи сжатого воздуха на распределителе до тех пор, пока не услышите звук выходящего воздуха. Дайте всему воздуху выйти и помните о возможной опасности травмирования. Снимите фиксатор в верхней части модуля пневмоподвески. Ослабьте и извлеките стопорный винт на боковой стороне поперечного рычага. Снимите амортизационную стойку и ослабьте линию подачи сжатого воздуха. Используя подходящие инструменты, осторожно отсоедините линию от амортизационной стойки. Далее необходимо отвинтить соединение для подачи сжатого воздуха на новом модуле. Внимание! Не удаляйте пластмассовую заглушку заранее. Используйте предоставляемые новые детали для замены винтового соединения на линии подачи сжатого воздуха. Внимание! Проверьте правильность сборки конусного кольца. Конус должен быть направлен к линии подачи сжатого воздуха. Осторожно поместите новый модуль пневмоподвески и прикрепите линию подачи сжатого воздуха. Внимание! Осторожно установите винт вручную, чтобы не повредить резьбу винта. Далее поместите пластмассовую направляющую модуля пневмоподвески в нижней части поперечного рычага и привинтите его. Втолкните модуль пневмоподвески в верхнюю направляющую и установите фиксатор. Прикрепите линию подачи сжатого воздуха к распределителю. После этого монтируется подкрылок. Затем закачайте воздух в модуль пневмоподвески, воспользовавшись вышеупомянутым диагностическим устройством. После завершения установки модуля пневмоподвески необходимо установить колеса в соответствии со спецификацией производителя, соблюдая моменты затяжки. Никогда не опускайте автомобиль с подъемного устройства, если в модуле пневмоподвески отсутствует воздух. Опускайте автомобиль до тех пор, пока он слегка не коснется земли. Заведите автомобиль и подождите не менее двух минут, чтобы система автомобиля отрегулировала давление воздуха. После этого продолжайте опускать автомобиль до тех пор, пока он не достигнет значения высоты, которое было измерено в начале. Используйте функцию подъема в бортовом компьютере для проверки правильности работы только что установленных модулей упругих пневмоэлементов. Полностью опустите автомобиль при помощи подъемного устройства. После работы на компонентах шасси выполните развал схождения. Продолжение следует... Продолжение следует...